Приветствую всех, кто смотрит, это Код, продолжаю спасение Римуса, спасение компании волшебных заваров, Атилар, Залвар, Дельси, Карл Великий, легендарный уровень сложности, все такое, волшебная Римасовская сохраненочка. И как обычно, как обычно, баги, баги от игры. Что произошло? Очередной раз, это по-моему уже не, ну, третий или четвертый раз у меня за все мои прохождения такая херня происходит. Как вы помните, я в конце прошлой серии развел своего апшика, а вот посмотрите, блин, она тут как тут. Это происходит из-за чего? Такое уже не раз было в разных компаниях у меня, блин, я постоянно про это забываю. Дело в том, что сразу после того, как закончился у меня ход, я сразу, как бы-то, ну, закончил серию, вышел из игры. И сохранялка, она происходит до того, как срабатывает развод. Вот. Получается, я просто всрал свое влияние бесплатно, потому что вот эта хрень, то, что я с ней развелся, оно, как бы, не сохранилось. И даже нигде этого нету в списке событий. То есть, вот такая вот хрень произошла. Вот, я не знаю, как там насчет повышения влияния, потому что вроде бы у меня власть достойная была. Сейчас она опять умеренная. Если я ничего не путаю, если это не на прошлом ходу было. Но, по-моему, это тоже всралось. То есть, вот все вот эти вот события в внутренней политике, мне нужно было, знаете, что сделать? Мне нужно было проатаковать, чтобы игра заново сохранилась. И тогда бы все это сохранилось. А так как я этого не сделал, а вышел сразу из игры. Видите, у меня даже стоит агент там, где он был. Хотя я его в конце серии двигал. Ну, это как бы понятно, это не должно было сохраниться. Короче, вот такие вот баги, это, ну, небольшие тонкости, неприятные, я должен сказать, уже в этой серии, в этой... Ой, не в этой серии, в этой компании там уже не первый баг, да? Ну, как бы, ладно, хер с ним. Я, в принципе, готов этой игре простить, ничего страшного, как дополнительный хардкор, да? Заново опять трачу влияние долбанное. Сейчас я влияние буду получать заново, потому что планирую атаковать. Атаковать я буду своим апчхи. Волшебным. Отдам ему всех... Всех стрелков я расформирую пока. Меня в Карпат, почему? Ну, потому что очень хреновая сплоченность, три хода, нет необходимости в участии Эллока. Пускай он отдыхает, он свеженький будет на следующий ход. Вот. И буду атаковать, поэтому... С этого и начнем. Смотрите, блин, какие... Какие шансы, охренеть просто. Здесь у меня четыре конелука, здесь тоже какое-то количество. Я не стал ничего, как вы понимаете, объединять. Ну, как вы видите, потому что нанимать их опять деньги тратить, а у меня уже по деньгам там даже минус пошел небольшой. Сейчас основная, конечно, проблема это легкая конница, вот это все это не проблема. Ладно, поехали. Так, вот туманов мне вот вообще не надо. У меня основная сила это луки, поэтому туманы для меня смерти подобны. Есть, отсюда идут. Фу, слушай, ну, тут, короче, уже приличное количество этих конелуков, конечно. Блин, я боюсь, что ФФ будет капец просто у меня. В общем, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть следующим образом. Я поставлю конелуков всех здесь сразу. Давай даже я назначу им группу. Пока. И первое, что я буду делать, это очень такая тут топорная линейная тактика. Я просто подхожу на максимальное расстояние, насколько это возможно для меня. Давайте пока шагом. Потому что... У меня еще подкрепы не вернулись. Не вернулись. Не пришли. Да, кстати, мне сказали, что вроде как слишком громкая игра. Давай я звук потише. Ого. Херась. Максимальный звук. Так не должно быть. Так, я думаю, лучше меня будет слышно. Ну, давайте, выходите уже, вы смотри. Я вот всех бомжей своих уберу в угол. Они мне не нужны, зря я их тратить тоже не хочется. Этого тоже туда уберу, хоть его. Хоть он и конь, но все равно. Вот. От этих ребят можно объединить еще в группу. Ну, примерно так. Они немножко поворачиваются. Сейчас попробую сагрить конинку. Должна конинка сагриться на меня. Давай-давай, конина. Да. Отлично. Кони поперли. Легкая конница. Даже в клин выстраивается. Это вообще песня. Потому что они в клине очень медленные. Пока не чаржат, конечно. Когда чаржат, у них скорость побольше пойдет. Но мне кажется, они не успеют сократить дистанцию. Я их перестреляю. Ну что, неплохо. Уже, уже, уже они... ...получают повреждения. Надо вращаться. Короче, они когда вращаются, они... ...немножко пересекаются друг с другом. И фэфэп я получаю из-за этого. Так, шагом. Вся конина, вся конина сагрилась. Когда достаточное количество кони луков, такая пачка коней не проблема. Это я еще не ввел еще 4 полных отряда. Немножко этот фланг сейчас надо вот так завернуть. А то здесь слишком близко они. Ну как хорошо. Легкая конница ложится только так. Лучше, чем полководец. Брони-то меньше. Заворачиваем. О, видишь, видишь, пошли красные эти треугольники. Это фэфэ. Френдли файр. Сразу видно френдли файр, потому что огненные... ...огненные стрелы, боевой дух снижают. Еще один плюс огненный стрел. Сразу видно, что ты неправильно что-то делаешь. Неправильно заворачиваешь, не очень аккуратно. Начинаешь перемешивать отряды. Вот здесь тоже косяк. Кто-то залез. У меня здесь какие-то стрелки не перехватят. Они не должны. Я успею. Здесь косяк какой-то. Минус отряд. Так, мне немного напрягают эти лучники. Идите сюда. Надо шугануть. Все нормально. Ой. Ходите. Знаете что, идите нафиг отсюда. Вы не понадобитесь. Сейчас заново придется фихагрить, да? Иди по полководческую душу пока. Надо построиться, а то сейчас опять фэфэ будет. Конница ушла за копья. Ничего страшного. Пока не стреляю. Ну или блин, можно их развести. Тогда не будет френдли фаера особо. Город görとう. Проорумение. 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 Возуточь. Река. Ох –хульг. Проорумение. До перехода. Спасибо. Заходя. это дрянь по мне стреляют что ли не пойму ли что как собирается силами сейчас убьем уже окрано дело пойдет гораздо легче делов туда вот ну и собственно тогда раз он мертв тогда берем двоих начинаем застрел сейчас уж угонем она не надо никого догонять тут все уже дохлая ну и собственно все теперь только догоняем и стараемся себя не убить встретимся на глобаль чудесные потери у меня да это я даже не знаю короче многочисленным просьбам как вы понимаете я продолжил эту кампанию то есть очень многим захотелось чтобы я это продолжил я не знаю будет одна серия две серии но в любом случае либо в это либо следующее я скажу что нужно дальше делать если вы хотите продолжение я не надо же сказать этой истории так ну что добить этих ребят да давай апшеком сейчас добьем это будет наверное авторасчет и на этом авторасчете больше получу повреждений чем в предыдущей битве 15 да на 5 человек больше ну ничего ладно восстанавливаем восстанавливаем так я очень надеюсь что у меня наконец-то будет на следующий ход хоть какая-то восстановление имею ввиду так женка ты заколебала я добавил кстати да вот сработало еще и то что она наконец-то хитрости то есть прошлый раз когда она только появилась у меня хитрость не сработало я тут же на следующий ход с ней развелся и все нормально было сейчас видите вот она минус хитрость вот то есть блин тут такие штуки немного с этими ходами по перепутано все так давай я вот этого уберу сюда чтобы порядок поднять в разные города засуну одной и той же провинции более-менее с порядком норм этому типу я вкачаю проповедь религии потому что больше ничего полезного на пассивке нету я здесь смотрел у меня и так почему-то с религией какие-то траблы то есть равно идет культурный тенгри вниз то есть нужно будет еще небесные храмы всякие ставить это я все чиню сразу чтобы она точно починил а смотрите у меня минус 67 уже денег то есть как бы на борта особо и больше не сделаешь потому что я уйду просто по ним минуса по деньгам избранные каганах ну это я иду конечно же боеприпасы боеприпасы здесь у меня развод до 98 и чё я буду делать по техам по техам я тут смотрел уже хочу лучше делать я хочу вот наверное вот в эти техи идти боезапас и конные игры другой стороны конечно много полезных вещей они не сильно полезны это налоговая ставка там это все мне пригодится но не прямо сейчас единственное что я беспокоюсь то что если я буду поднимать слишком сильной империи вот из этой тихи у меня империи на 25 вырастет я наверное раньше времени выполню главу вот эту тостичь уровня империя 3 хотя не очень понимаю как это все дело считается если по сводке смотреть здесь вот раз квадратик 2 квадратик 3 квадратика то есть уже как бы у меня империи солидный то есть по идее уровень 3 так как я голову не выполнил то я делаю вывод что это империи все-таки 2 а не 3 потому что это получается нулевой 1 2 и вот когда империи впечатляющие я выполню главу тут совсем чуть-чуть то есть получается что как только я выполнил вот эти плюс 25 скорее всего я не уверен 25 хватит или нет там же не показывается численное значение то какая-то шкала дурацкая но скорее всего я выполню такие то главу и не ну не выполню раньше но не выполню все вот эти вот штуки а за них дает как бы всякие плюшки посмотрите то есть царский двор уже до меня великий стратег изобрел расколотый мир это значит довести 5000 но это я вряд ли доведу тысячу за это получу кроме 1000 еще блин налоговую ставку неплохо было бы получить боевой дух 80 процентов но если я собираюсь захватывать земли другие то мне это галочка пропадет небесный храм уже есть то есть стоимость эти 100 религиозных постройки получу бонус 40 отрядов но это я не знаю получится не получится меня сделать и сисак и птуй но хэзэ до конца главы за девять ходов могу успеть могу не успеть без понятия короче вот такие вот неприятные вещь а да еще у меня конечно есть задание сомнительный как он разорить 5 поселений то есть какие у меня поселения разорять капашвар это моя провинция то есть я получу штраф получу в опять сепаратистов еще она мне надо не знаю ладно там моравия мазабург савария птуй это раз два три ну может быть вена 4 а 5 где 5 надо капашвар грабить ну или сисак но сисак это надо как она называется или нитру это нужны осадные орудия другой стороны у меня есть вот этот тип эла который по идее может не три стены разломать здесь много гарнизона эта дрянь уже нанимается то есть ну как бы с ними очень неприятно будет да кстати натуре попробуем чем стену умеет ломать нет успех слушаю умеет молодец один пролом он делает таки я понял ну то есть по идее вот сюда все она не успевая сейчас да можно взять чтобы он два пролома умел делать и уже на следующий ход я получу первый уровень дезинформации пускай так может быть это поможет мне нитру взять вот проблема в том что денег нет совсем можно налоговую ставку конечно поднять но это видите как влияет вообще никак я думаю что у меня плюс по деньгам пойдет когда я починю всю канитель вот прям сейчас набираться я даже не знаю стоит не стоит и по идее раз два три 4 5 6 7 8 9 отрядов есть 11 12 13 короче до полного стака не хватает конечно уницианская республика в принципе я бы с вами замерился ненадолго да они как-то можно забить короче все-таки разграбить капошвар потому что избавиться от сомнительного кагана было бы неплохо у меня сейчас сплоченность здесь нормально а здесь четыре хода видите какая хер 4 хода восстания но я думаю что с этим разберемся ладно так или иначе я сейчас набирать даже не знаю стоит не стоит наверное не стоит прямо сейчас набирать ничего хер с ним просто хер с ним больше со мной никто не хочет мириться дай попробуем все-таки у сепаратисты понятно а то они сепаратисты с этими уже пробовал баварцы найн итальдейцы нет бомбардия нет я рейтинг силы 30 если чё это знаете где но это где-то на дне понятное дело ну вот где-то между богами и аварскими сепаратистами твой мать причем вас кисти протесты на час наберутся еще и вверх выскочат так здесь что здесь этот идет аварий у аваров аварий родился и мое я бы эрнака лучше усыновил конечно ладно на его руку еще поднять поддержки теткой сколько ты украдешь то интересно ну давай попробуем поехали нам рублей 700 украдет но всяко котейка рубль бережет франков мы еще не встречали но не знаю наверняка только меня увидят сразу скажут их ты гнусная рожа дайте войну объявлю как пить дать так варцы все на прагу лезут да да я понял меня в комментариях как раз написали конечно прага это же чехия ну ё-моё но вот дрезден это ни разу не чехия но в целом богемия говорят чехия ну ну да судя по игре которая вышла недавно как она там называлась kingdom come deliverance то действительно чё это я высокопоставленные враги ватафак ладно неважно и боевые потери а смотрите у меня с пищей все норм на следующий ход будет восстановление класс восстание неизбежно уйтищи все средства хороши до кур 400 монет даже не 700 все развелся наконец сучка молодец я блин честно говоря опасаюсь может богемцев есть какая-нибудь тетка ну правда чешка какая-нибудь них ни хера сколько тебе лет то уже дорогой на шапки 24 блин пара как бы я блин стремаюсь на самом деле потому что опять найдешь какую-нибудь овцу авторитет кстати она должна была добавить не особо добавляла все есть ночные атаки опять хорошо много ты нанял здесь прилично уже 11 все починил естественно да у нее проблем с деньгами нет конечно чем речь так но мне сейчас не нужен вред поселению прямо сейчас потому что я прямо сейчас атаковать не буду лишнее это лишнее движение все есть шанс что он вау призыв к оружию конечно давай мы заказуем убийство тоже прокачаем сейчас можно очень нехило так это внимание будет полную стек так ладно усадьбу надо обязательно ставить потому что я так понимаю что с едой дальше проблем будет денег как вы видите нет то есть совсем я теоретически могу сейчас набираться так как я не буду поэтому я пойду посмотрю чё там ну понятно здравствуйте как раз давай с тобой поговорим а ну да поговорим сейчас мы с тобой конечно денег-то нет принципе можно напасть так наемники наемники дорогие самое интересное то что и ну допустим нападу я на этот капошвар они на следующий же ход из пту я могут выскочить еще откуда-нибудь я ж не знаю где они вообще тут есть а ну вот здрасте а чего у вас за проб и ладно тогда как бы в капошваре много там народу да не херня вообще херня и сюда я думаю так как у меня восстание неизбежно то я грабанул все таки надо от сомнительного кагана избавляться киндерин тирин тирин давай подождем пока они выйдут они выйдут у меня преимущество по стрелкам даже чуждать давай пойдем постреляем по этим по легкой конец 62 уже весь клинс чесали ему сразу ух не добежит мне кажется вообще нахер никто до мертвые вдоль дорог стоят пойдем полководца чесать вышка до сюда достреливая до черт спрятаться ну камон я еще что не нибудь ничего не жален выживет немножко подушку зала а ёптать ставить так ну здесь короче понятно давай расстреливаем это говно и все раз-два все завершаем 31 человек ну можно было аккуратнее но я уже тороплюсь так разорить разграбить и оккупировать блин я не знаю там это долбанное задание я разоряю и и и и не а здесь короче нифига не не показывает мне разорите пять поселений просто фишка в том что долбаный перевод хер угадаешь подожди я вот думаю надо мне сейчас давай короче не надо давай я отступлю не буду я сейчас захватывать успею мне не горит мне не хочется сейчас с порядком разбираться давай здесь немножко порядка подкопится в моей почему здесь прочность стены 49 процентов типа надо подождать еще и стабильность да давай я короче немного еще подожду вот и потом захвачу вот здесь один ход поджог можно сделать принципе что-то монет конечно качаю агента чё бы нет как вас звать морозки избранника кагана 3 хода фракция минус 9 ну шо сделаешь сейчас я добегу и передам все войска все норм будет да да давай давай я буду уже подрезать эти промежутки ходов потому что ну что смотреть на эти квадратики круг кругляшки квадратики неожиданная поддержка ваш агент сумел найти для вас политическую поддержку совершенно неожиданных местах контроль плюс 4 класса 56 процентов всего то а нет нет а нет момента достойный дошел уже да так развод есть апшек 100 эрнак давай короче эрнак будет последний кого мы в семью возьмем а потому что он охеренен вот и нам это очень сильно поможет смотрите что произошло то что я вырезал то есть капошвар забрали аварские мятежники и он сука сейчас набираться будет как не в себя вот в чем фишка поэтому возможно возможно мне стоит его забрать с одной стороны с другой стороны здесь уже полный стэк сука аварских конных лучников всей херни короче говоря целая куча элита римаса мать его так да он полный стэк сейчас наберет и после этого пойдет как бы со мной воевать вот по крайней мере я с этой стороны более-менее безопасности да потому что эта дрянь она не будет на меня нападать то я сейчас оставлю капошвар в покое я так думаю я здесь постою конечно своим бичом качать надо да не надо его качать пускай стоит просто и все вот а сам и иду в сибакхазу пополняться так вот найму один отрядик почему ну что быстрее восстановление шло то есть вот например здесь я получаю 10 людей за ход нанимаю 1 12 людей на ход наемных хаварских конных лучников я распускаю потому что они точно такие же как у меня а денег живут на 60 единиц побольше извиняйте кто был фанатом наемников но наемники на той наемники все мне 14 отрядов будет не знаю насколько они понятно деньги кончились 400 монет в ход плюс 3 порядок это хорошо культ энгри растет это приятно это потому что я качнул агентика да разрушение до сих пор еще есть вот странная вещь она так это как-то остаточно остается несмотря на то что вроде как вроде как все же починил блин прочность стен 59 процентов ой слушай надо мне поменять ладно на следующий ход поменяю пускай уже наймется хороший отряд потом поменяю и дикто пускай рост идет сейчас я проверю кто-нибудь хочет мир не никто мир не хочет а подожди может быть женщина появилась какая-нибудь может мне просто денег даже спасибо женщин нет но денег дал 300 300 монет это хорошо можно в принципе еще попробовать агента качнуть 600 блин монет вот так очень медленно он качается конечно можно передовой дозор кстати влепить ну и просто мне нужно знать я хочу знать что происходит на границах то есть у меня сейчас два направления откуда могут прийти и могут конечно и так вот прискакать через все эти реки но это долго он будет идти и я его увижу все равно а здесь вот я двумя агентами полю контору в капошваре кстати есть постоялый двор где можно агентов нанимать то есть потом в будущем они кстати ничего не отстроит скорее всего вот эти вот апшек тоже апшек у тебя неправильный апшек у меня правильно все поехали дальше ну отлично тут как-то усыновление работает в этом dlc вообще безотказно просто ни разу никто не отказался и у меня сразу баланс сил 67 процентов власть крепкая мощь отлично все все кого я хотел все семье потому что они охеренные это ребята которые помогли да кстати найди себе жену у тебя много влияния все кого я хотел у них есть ты собирая поддержку все кто мне помог короче вытащить компанию вот эти полководцы три штуки все у меня находится в семье я безумно этому рад у меня новая семья по сути апшек пока без жены к сожалению но у него куча усыновленных ребят аварий вон там еще родился какой-то а ко мне идут сепаратисты кстати у сепаратистов возникли сепаратисты блин аварские мятежники видите и они здесь набираются сейчас и это прикольно поджигать там смысла особого нету но я могу попробовать там ладно не надо давай лучше смотреть на этих вонючек где они тут идут вот они вот он он идет у него целая куча войск раз два три четыре пять шесть конелуков это очень больно на самом деле плюс еще четыре пикинера аварских у меня 14 отрядов он на следующий ход на сибакхазу нападает в принципе о блин тут конечно гарнизон раздолбанный в принципе я могу даже встретить прямо в городе почему потому что там все-таки башни там все-таки какой-никакой гарнизон говеный конечно но тем не менее и как только я его встречу и разобью элита римаса твою мать я пойду на нитру и заберу ее вот к апашваре здесь идет набор мятежной армии то есть ну мятежная армия так она воюет со всеми тоже да то есть не италийцы не венецианская республика не герцогства баварии они мимо них просто так не пройдут они будут вынуждены с ними воевать и я это увижу здесь агент стоит нанимать я пока все равно ничего не собираюсь потому что денег нет у меня восстанавливается порядок хотя он тоже упадет после этой атаки так думаю вот буду ли я что нанимать ну надо один отряд конечно поставить наверное в набор чтобы опять же легче пошло восстановление потом вот и здесь я все-таки поменяю эдикт так все ребята готовы больше пока я не нанимаю никаких кандидатов хотя у меня и власть уже крепкая да я думаю что она еще вырастет хотя не факт потому что у меня сейчас влияние у эрнака уменьшится влияние у элака уменьшится да у меня контроль немножко поднаберется но уменьшится господство поэтому власть у меня наверное скорее всего до крепкой в смысле скрепкой до достойность летит но потом в будущем они опять наберут влияние увеличится господство и а контроль не снизится он сам не снижается так только в результате всяких действий дочке 17 лет я не стал бы отдавать конечно за эрнака может быть как вот эрик у меня здесь стратег можно будет на нем женить кстати а сколько эрику 37 блин старпер уже о у меня тут еще один апшек есть землевладелец вот можно его засунуть будет на губернаторство и женить на девки хотя может она дура какая не знаю посмотрим надеюсь что нет итак у меня одна армия у нее растет сплоченность вообще соточка сплоченность сейчас будет нападение женщин нет к сожалению со всеми ухудшая они тут с королевством франков улучшаются отношения из-за итальянский сепаратисты королевство ломбардия им нравится что я с ломбардии воюю да я особо не воюю нападай нападай сучара нападай сволочь в отличие от сегеда сибакхаза не берется захватом площади поэтому мне наплевать абсолютно потому я не переживаю да вот оно нападение а нет они во саду взяли меня прикол эрнак достойная пара авторитет минус один шанс появляться да иди ты нахер что такое что с женщинами происходит на этот ход я не буду искать жену потому что был такой у меня прикол причем по-моему в такой же компании зао нифига выросла наоборот значит нажимаешь же искать жену он про а нет или не или это у меня было когда играл за антов по моему тоже есть в плейлистах прохождения по моему ищешь жену и он уже без спроса херак и короче женится так ну и чё ты берешь меня в осаду окей что дальше то есть я здесь ходов до капитуляции 8 а он ну так как зима кончилась то он перестал терять войска да и ты хочешь короче чтобы я на тебя нападал перестал набираться что ли интересно а чиниться будешь да он уже она сама чиниться как-то получается хотя это повреждено я не знаю она будет чиниться само или нету или это наглухо потому что я не вижу здесь полоски красные совсем перестал набираться это хорошо значит и легче забрать будет придется в поле с ним сражаться блин жалко конечно но чё сделаешь минус 4 опять порядок пошел видите ну следовало ожидать жаль 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 что он не напал 79 то есть он совсем чуть-чуть повреждения получил айдан кичитан согласен давай лита рима сама те давай только вот не надо мне дождей никаких окей ну ладно принципе это не повлияет на огненные стрелы никоим образом так пока на моего что не шлепнули надо просто делать ровно то же самое найдите сюда же короче если что отступим делаю ровно то же самое просто я немножко больше повреждений получить из-за того что у них тоже канилуки есть но иначе я просто за фэшу сам себя если я не буду делать ровно то же самое если начнут сейчас бегать мансовать они начнут друг друга стрелять у них меньше канилуков поэтому у меня с этим проблем будет меньше все валим попробую в другую сторону короче от полководца бежать вот так можете стрелять и он разреша танцы шмансы обжиманцы теряю теряю войска конечно ну что сделаешь ты чё стал то пешком идёт блять придётся разделиться знаменитые последние слова да выти как я сам себя стреляю жопу да потери у нас потери как одеваться канилуки это вам не хухры мухры как собирается силами у нас отряд бежит от врага ну все короче кончились у них они руки так давайте дружище короче а ты не можешь свалить что интересно все конница у них практически кончилось меня правда тоже блин не подарок так давай вот этих вот это вот этого и вот этого уберем наши войны бегут трусы успокойтесь подкраду ли потом сразу на вал надо идти наконец-то он убежал этот ряд заколебал уже мне рассказывать все это пока просто этим отрядом таскаю за собой все остальное чтобы не контролить лишний раз добивайте конину все теперь включаю тут включаю тут и начинаем закидывать ну отлично давай так попробуем короче ты гонишь за этим ты гонишь за этим 3 так 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 а ну что он заморгал потому что его собственные канилуки расстреляли все последний остался и сейчас убежит с этим сноглобаль прилично потерь конечно но сойдет оттаз лучники новобранцы у них убежали коперщики новобранцы 9 процентов устанавливаю около копошвара сепаратисты сепаратистов давай я надеюсь они там немножечко подрулят да надо добить вот этих ребят еще один процент становлюсь на границе чтобы восстановление получить и набираю один отряд чтобы этого самого восстановления получить побольше минус 1 пищи до в принципе можно этот минус 1 сейчас убрать чтобы на следующий ход я действительно восстановление было хера не уберу вот такая вот срань короче то есть получается у меня сейчас восстановление то толком и не туда боеприпасы у меня здесь максимальная сплоченность максимальная давай урон от выстрелов и опыт новых стрелков и метателей да что еще есть пополнение о да пополнение да это надо вот так изданаде переселение до лапшика есть доступ страх третьего уровня класс поехали будем подрезать че здесь сейчас такое было здесь что-то такое мелькнуло я не понял вот о чем я говорил да то есть что взяла и короче прокралась через хер победишь я хочу сепаратистами разобраться уже а тут короче еще какая-то тварь подкрадывается я могу достать до сепаратистов на этот ход да короче если я сейчас так он дотягиваться до сегета то у меня здесь неплохой гарнизон в принципе есть ли у меня наемники да у меня есть наемник 1 можно здесь нанять полководца поставить ему наемника копейщики новобранцы лучники поближе подойти можно его знаешь чем помехи ему сделать но это стоит денег если я сейчас захвачу город а как я его захвачу если я не могу даже повреждение стен сделать блять у меня нету денег совсем ладно они здесь разберутся между собой мне на мне мне на возвращаться по всей видимости что у меня посаду возьмет давай я его встречу лучше на реке не хочу я чтобы он меня в осаду брал еще здесь дым идет иди ко мне родной встречу тебя на реке хорошо я его заметил в общем мелькнула так на секунду буквально прокрался скотина здесь я думаю будет заруба неплохая товарский мятежники скорее всего проиграет но и этим достанется мышь они как в обход идут суки такие это же первый раз они пришли так если я возьму налоги повыше то понятно еще и восстание схвачу не хочу чтобы меня опять брали в осаду опять не порядок будут снижать заколебали серьезно у меня теха скоро уже изобретется нафиг и я еще и получу по всей видимости зато денег схвачу хотя бы чуть-чуть за само задание пять штук до еще косарь может быть за это косарь за это это уже 7 может быть 8 за это до 8 косарей где-то примерно могу получить через четыре хода тварюки все уже я уже ходил ну да вот они на реке на меня напали это хорошо потому что я не получу опять повреждения города них исаак какой-то весь четырехзвездочный аж прям опять куча легкой легкой конницы лучники копейщики новобранцы вот один отряд копейщиков шансы как всегда до рассчитываются ну посмотрим так здесь одна переправа довольно прикольный такой нашел король к поставлю ты не должен обстреливать выход с переправы в принципе только больше ничего не интересует особо все против нас их слишком много что вы говорите ну конница должна ломануть же вперед не вот вроде да я на сукови мясо туда Девушки отдыхают. 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 Чё надо, ёб ты. Чё надо, ёб ты, ёб ты, ёб ты. Чё надо, 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 ёб ты. Чё надо, ёб ты, ёб ты. Чё надо, ёб ты, ёб ты, ёб ты. У меня патрончики немножко заканчиваются как бы. Нехорошо. А они всё ещё не бегут, твари такие. Не очень люблю рукопашную сражаться. Враги напали на полководца. Да это полководец напал, успокойся. Наши остались без снаряжения. В принципе, я и отступить могу, чтобы не гробить конелуков своих. Так, чё шагом-то? Хм, это правда, боезапас кончается, они не бегут. Неприятно. Так что это, один, двадцать, иди убей, не стреляй. Так. Вроде как потрясены, но чё-то не бегут. Давай тогда их выцеливать конкретно. Берём, у кого есть снаряд. Берём свистящий, берём огненный. Так, огненный. И вот этого гасим. Всей хернёй. Нуууу. Должен убежать. Давай, сука. Да. Вот этого. Понятно. Троны кончились. У тебя ещё есть. У тебя ещё есть. В ограблении осталось снарядов. А, с двух сторон. Сейчас его опрокинем. Куда он не денется? Вали отсюда. Куда он не останется. вот и все добью всех и встретимся на глобале папе на маль всех убил пока 12 процентов очень неплохо там что-то интересное происходит вообще ну-ка ну-ка так клинки милосердия блин это копейщики это нихера не эти доспешные всякие мечники конины правда нет ну пока цена армия они тут за эту прагу рубиться короче туда-сюда туда-сюда блин прикольно прикольно на самом деле спалецкая герста сокаревской ломбарди ах ради бога рабшик очередной ранг повышен вообще огонь ты ок уродливый наш доверенная провинция мне это все не надо вот это вот прикольная штука да у подлинного ходового дальность перемещения и скорость перемещения в бою очень интересно на самом деле давай дальность перемещения пока так это дрянь может дойти куда-то сюда до разби овах смотри-ка она гора не захватили и набор идет капошвар забрали обратно большая армия и приличная конечно клинки милосердия который доходит вот до сюда задрали пойду все get возьму еще один построилась усадьба то есть я еще проблемы с пищей подрешал до 20 у меня теперь а то есть от осени у меня нету сейчас еды хотите сказать да ладно пусть и по 20 будет все могу я могу сибакхазу до 2 уровня поднять ну как могу я никто нет не могу теоретически могу копошвар разнести опять они здесь не все починили правда гарнизона нету совсем вот просто вот этот дрянь наверняка ко мне пойдет да и как бы пофиг я так дерзко ворвусь на самом деле давай я думаю что прикольно получится он стоит еще не в городе да я могу даже ночную атаку сделать на копошвар просто ее забрать и все чё не там непонятно ох отлично бахнул бахнул немного единственное что мне же жуткий беспорядок пойдет из-за этого потому что я очередной раз долбанул остался от воин 6 очередно очередной раз я в своей провинции захвачу поселение у меня минусу идет порядок жутким образом непонятное дело сепаратисты они в принципе не способны на мир спикер спич спик люби мост спик люби мост а чушь они такие упырь я спикер спи давайте подходите суки короче блин всех дети рождаются моего балбеса даже нету жинки давай попробуем этому жену найти а это курс все строчит наследник прикольно и о о трудолюбивая и авторитет и вся херня крева надзиратель сплоченность плюс один защитник вывод дух при обороне а куда делся тот бич который а вот апшек зимовладелец апшек 2421 так 24 ей 18 ну 24 нормально так сари сари твою мать уже 14 отрядов и сейчас восстановление будет на следующий ход у них у вас еды блять нет откуда у вас восстановление медовый зал ставит то есть у него еще гарнизона добавится пиздос какой-то так это вонючка идет вот она ну раздолбанный слушай достаточно клинки милосердия он доходит до сипхазы блин на этот же ход эта дрянь осталась здесь сидеть в капошу варе то есть он это как раз никуда не доходит мне опять надо разбираться с герцогством бавария так а я дотягиваюсь до него слушай вроде дотягиваюсь или нет ай вот так кнопка вроде да но я получу повреждение от зимы если я сейчас попрос к нему не я не дотягиваюсь видите чуть-чуть красная то есть типа встану прямо перед ним знает где стоять так а это дрянь может дойти вот до сюда максимум до можно опять сипхазу уйти если вот сюда вот стану перед ней вот так вот в лагерь оп ему придется на меня нападать он сейчас вообще может в мятеж уйти да тепло интересно забежи у тебя же есть этот передовой дозор нет а нету блин а так ласки как она давай я хочу чтоб ты хоть чуть-чуть что-нибудь прокачивал себе потому что он совсем без прокачки как-то печально у тебя такая же у минус 2 то блин только что было плюс лё а потому что я я понял да давай короче где наш апшек зимовладелец вот ноль по порядку как состоит в браке ах ты пидор знатная верность плюс один кандом ладно ладно чё у тебя с армией шесть ходов не ну понятное дело я ему сейчас кольчуги дам кого хаубек даже есть надо же на те короткую кольчугу хаубек я приберегу для кого-нибудь из своей семьи атаку для полководца ну стоимость найма возьму потому что вдруг ты будешь нанимать что-нибудь пока так я его сформирую на на следующий ход ах блять это рева я не знаю просто не посмотреть есть у него муж или нету ой муж блин жена у него есть или нету сражает такая тема конечно сейчас эта дрянь может разбежаться которая там как она называется поварская потому что у нее один ход всего до мятежа сейчас он будет ходить и и и непонятно что происходит вообще прагу опять заняли так эрнак нашел какую-то девку даже меня не спросил ну давай посмотрим да что ж ты будешь сивка ха ха сука это та самая которую этот трахал что ли да сколько можно то убить ее уже кто-нибудь так ну в принципе ему особо не важна хитрость как бы черт с ней а вот авторитет пригодится ладно хорошо уговорили ваша мать прокралась семью все таки гнида хера себе влияние так криво 21 надзиратель давай апшка короче говоря сколько у него верность кстати четыре ну не очень апшка убираем чё там капаш варе он восстановился он он нанимается или чё по ходу короче не показывает так куда он может дойти но я знаю что он за один ход не дойдет минус три давай попробую сейчас тогда а денег стоит я понял конечно еще бы нитро я не могу ее сломать не труда потому что потому что у меня 14 отрядов это будет засада я думаю не знаю до куда он доходит я дохожу вот до сюда и я остановлюсь в засаду не на своей территории это плевать ладно у меня весна норм этот пока никуда не идет но он сейчас может пойти кстати на сегет опять мразота просто вот как пить дать я конечно гарнизон здесь восстановился на это будет полный стэк это вот как пить дать полный стак кстати наемников забрали видимо вот этим мрази да или кто или вот эти наверное забрали скорее всего наемников короче говоря сейчас эти подходят где-то сюда Эти, скорее всего, попадают ко мне в засаду Либо я их сам убиваю Потому что они двинутся Ну, вряд ли они будут стоять И потом я опять бегу к Сигеду Такая вот беготня туда-сюда Денег, как вы видите, нет Порядок у меня никак не восстановится Вопросы веры, блин Сложность налоги Кстати, могу я снизить налоги этих? С этих налогов толку нет О, да, давай так вот снижу Хотя бы порядок, пускай вверх идет Хоть чуть-чуть Что-то стены, надо мне 600 монет, блин Чтобы повредились Денег мне не дадут, богемия Недавно давали Хрен вам по всей морде Мы не нужны, я уверен Не в этот раз Вы точно не хотите мир? Нет Сколько время? Время не до жопы на самом деле Так, что я хочу еще сделать? 75, 59, 91 Так, попробуем жену еще найти Поехали Ну да Вот она засада Но них очень много коней Правда, большая часть, как вы видите Это Не конелуки А обычные Коняшки Все у них анагар Ну не очень хорошая, конечно, тема У них 2000 У меня 1000 На 800 разница человек Не, ну я, конечно, нападаю О чем речь Конечно, я нападаю А знаете что? А вот эту битву я покажу уже в следующей серии Я не знаю Когда я, блин, уже закончу это все дело Потому что Лично мне уже кажется Как-то слишком Но, наверное, все-таки следующая серия будет Наверное Все Всем спасибо, кто смотрел Увидимся в следующий раз Стаблкот Спасаю компанию волшебного Римаса Вот воюю сейчас против Элиты Римаса Всем пока Лог, подписка, все дела